Всем привет! Меня зовут Татьяна Васильева. Сегодня я сделаю обзор на Тинвиссл Си Бемоль Generation. Что я хочу сказать об этом Тинвисле? Это один из моих любимых Тинвисслов. Он действительно очень хорош, хотя некоторые не особо хвалят Дженериейшн. Но чем он хорош, сейчас я объясню. У него звук просто сказочный, очень густой, сочный, тембр такой насыщенный. Сейчас покажу под звук барабанов. Не знаю, слышно или нет, там через реку на барабанах играют, там какая-то строевая часть. Ну вот, все ноты такие насыщенные, такие прям, ух. Не знаю, насколько это слышно через телефонную камеру. Ну вот, когда я беру потом для сравнения какие-то другие Вислы, то, ну, типа Кларка, например, то там намного более куцый звук, меньше вот этих вот гармоник, добавляющих красоту в этот звук. Ну вот, это первое преимущество, про которое я хотела сказать. Хороший звук. Дальше, что еще хорошо в этом Висле? Хорошо, что он строит. Ну, более-менее так. Если по тюнеру проверять, практически у меня нет замечаний. Сейчас вот как раз проиграла и добикар четко строящий. Ну, если вот, если как бы по рышной пальцовке нам говорить, по рышной аппликатуре, да, то будем добикар вот так условно считать, вот эту вот ноту, вот этот будем считать добикаром, хотя в себемольном Висле это не добикар, но как бы так удобнее, потому что больше в ре-мажорных, там, ре-мажорных тюнах больше в ирландской музыке, поэтому мы не будем там на себемоль все это перетранспонировать. Ну, вот, значит, второе преимущество это строй хороший везде, я проверила на всех нотах, мне нравится. Третье достоинство этого Висла это на морозе он вообще ни разу меня не подводил, не знаю, некоторых вот почему-то подводил, трескался, все такое, не знаю, я пока довольна. Может, это еще зависит от партии Вислов, может быть, у кого-то были некачественные какие-то бракованные инструменты в какой-то партии некачественной, не знаю, или подделки, всякое бывает. Ну, вот, мне из Ирландии его привезли, и пока не было ни разу с ним никаких траблов, в плане надежности, что что-то потрескалось, что-то поломалось, все нормально. Третье преимущество, а, четвертое преимущество, что у нас, четвертое, это дуть легко. Во всякие там Лоу Вислы сложнее дуть, и даже Тин Вислы Хай Ре тяжело дуть, если они сделаны из алюминия, такие большие увесистые трубки, и в них, правда, трудно дуть. Они, конечно, очень громкие, и красивый звук у алюминиевых, но в них очень тяжело дуть, особенно начинающим. А этот легко выдувается, вот у меня Ре легко выдавается, первая октава, вторая Ре, ну, то есть не Ре, а Си-бемоль. И здесь все легко, ну, и здесь все легко, третья октава. Вот, все легко. То есть не будет проблем со взятием дыхания в середине тюнов, если тюны, там, релы какие-нибудь сложные, и там мало мест, где взять дыхание, и вот оно быстро кончается, если в Висол тяжело дуть. А здесь не будет быстро кончаться дыхание, здесь, наоборот, мы будем учиться носом выдыхать вместе с тем, что мы играем там что-то, еще и носом выдыхаем, потому что много воздуха будет внутри всегда. Это большой плюс. Ну, так вот, что у нас из плюсов? Все вроде. Теперь, что минус? Минус, минус это то, что он неподстраиваемый. Если захочется его подстроить, то, в принципе, можно это сделать, но не на концерте. Берется зажигалка, как мне рассказывали, и я даже пробовала. Подносится, ну, близко к инструменту, но не сильно близко, чтобы не обжечь. Подносится, нагревается, и пока он нагретый, можно подвигать вверх-вниз. Но это такой способ, я боюсь двигать, и, как бы, не буду прям сильно рекомендовать кому-то. Но если прям сильно захотелось сдвинуть, если сильно он не строит с вашим каким-то другим инструментом, если вам надо с кем-то состроиться, то, ну, пока что я вот такой вариант вижу. Немножко подогреть, сдвинуть и зафиксировать в том положении. И больше вот я, наверное, не могу сказать, что что-то еще меня может не устроить в нем. Отличный висел, так что всегда могу рекомендовать, особенно если он привезен из Ирландии или, ну, там, из Шотландии, не знаю. А в магазинах, кто знает, всякое бывает разное. Ну, вот, собственно, все. Это о Сибемольном Generation Висле. К тому же еще на Generation играет Мэри Берген. Она знает толком, на каких вислах играть. И у нее очень красиво он звучит. Теперь в заключение сыграю марш. Что-то они перестали стучать, барабанщики. Думала, под барабаны сыграть марш. Ладно, пока без барабанов. Попробую. Вдруг они вступят. Ладно, пока без барабанов. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok